ВОИНЫМ ЧУЖЕЗЕМЦЫМ ВОИНЫХ ВОЙСКАХ С НЕНАВИСТЬЮ И ПОДОЗРЕНИМ Полководец в стиле Хон, полуварвар полувимлянин, был не последней жертвой. Его жестокая смерть предрекла сползание империи к краю пропасти. Теперь, в V веке, спустя 500 лет после смерти Юлия Цезаря, Римская империя разорена воинами и теряет контроль над своими провинциями, подвергающимися нападениям извне. В центре этого хаоса три римских военачальника борются за власть. Но путем вероломства, предательства и убийств только один из них, варвар по рождению Рициммер, добьется власти над Римом. Он кукловод. Рим. Рассвет и закат империи. Кукловод. В 455 году н.э. Древний Рим, еще недавно центр могущественной цивилизации, разграблен жестоким племенем вандалов. Вандалы явились в самое сердце римского мира из Северной Африки, как это случалось и раньше. Томас Мартин, колледж святого распятия Господня. Римляне были потрясены и ужаснулись, поняв, что барбары смогли явиться в самое сердце их цивилизации и взять себе все, что хотели. За столетия непрерывных варварских набегов Рим утратила власть над Средиземноморьем. В отчаянии империя решила пустить в ход свое последнее и самое главное богатство – землю. В обмен на мир Рим даровал варварам плодородные земли. Беда в том, что у них не было выхода, поэтому римляне начали переговоры. Ричард Бергес, университет от Тарвы. Им пришлось признать, что варвары больше никуда не уйдут. Римляне не могли выгнать чужаков, поэтому пришлось отдать им эти земли. В течение 75 лет империя была окончательно разделена на западную и восточную. Если восточная была все еще сильна, то западная была вынуждена уступить варварам большинство своих земель. Италия, 456 год на шее. Жалуя варварам земли, империя получала взамен воинов, но это только ухудшало ситуацию. Подобные уступки не могли принести империи ничего хорошего. Отдавая земли, они тем самым лишались каких бы то ни было налогов, которые эти территории могли бы принести в римскую казну. Чем больше вы отдаете, тем беднее становитесь. А чем беднее становится империя, тем больше земли приходится отдавать. В результате этого силы империи неуклонно таяли. Империя давно зависела от наемников. Но в V веке армия деградировала настолько, что теперь почти полностью состояла из варваров. Теперь бывшие враги стали ровнее римлянам, а зачастую варвары в прошлом слуге Рима занимали и более высокое положение. Они говорили, может быть, мои предки были варварами, но я не варвар. Томас Бёрнс, университет Эмори. Я военачальник в римской армии. Они боролись за те почести, которые полагались их высокому положению. Старые противоречия раскололи армию, настроив воина против воина, варваров против римлян. Но в 456 году н.э. появился чистолюбивый военачальник, который собирался покончить со всеобщим хаосом. Это был Рецимир. Рецимир. Карьера Рецимира складывалась типично для варвара знатного происхождения. Майкл Куликовский университет Теннесси, Ноксилл. Он происходил из побочной ветви ботской королевской семьи. У него не было возможности добиться высокого положения среди соплеменников, поэтому Рецимир пошел на службу в римскую армию. И там сделал блестящую карьеру. И вот Рецимир задумал добиться еще большей власти в Западной империи. Он возглавил поход против самого заклятого врага рима, вандалов. В то время римской армии, какой мы привыкли ее видеть, уже не существовало. Любой военачальник, сталкиваясь с угрозой нападения извне, поднимал войска, если, конечно, у него были на это деньги, вел их навстречу врагу и давал бой. Рецимир отправляется в Агрегент, что на острове Сицилия, чтобы отразить нападение вандалов, которые приплывали туда из Карфагена, служившего им опорным пунктом. На острове Сицилии армия Рецимира подверглась яростному нападению вандалов, которые хорошо знали и врага, и эту местность. Сицилия и Южная Италия были для вандалов очень удобным плацдармом. Каждую весну они садились на корабли, шли к чужим берегам, нападали, грабили и уходили обратно. Римляне не могли справиться с этими набегами. Рецимир повел свои войска на варваров. Хотя его наемники имели боевой опыт, надежды на успех почти нет. Римская армия в середине пятого века уже совсем не та, что была сотню лет назад. С одной стороны, она была намного меньше, с другой, куда хуже вооружена. И, разумеется, хуже дисциплинирована. Они не проходили никакого военного обучения, не использовали римской тачки. Просто большую толпу германцев посылали против другой большой толпы варваров, и они убивали друг друга, пока либо не стемнеет, либо пока одна из сторон не дрогнет и не пустится в бегство. Хотя военная наука и дисциплина римлян были уже десятки лет как утеряны, вандалам не удалось одолеть армию Рецимира. Но эта армия прославила свои победы не империю, а своего предводителя. Рецимир возвращается после тяжелого сражения как герой. Но он не единственный в Риме, кто жаждет славы и успеха. Два его старых друга также жаждут славы. Майориан и Эгидий. Рецимир, Майориан и Эгидий занимали не самые высокие посты, и их карьеры долго развивались схожими путями. Теперь же именно из-за их происхождения их отношения стали осложняться. Эти три человека олицетворяли тот раскол, что терзал империю. Одной из причин столь напряженных отношений между Эгидием, Рецимиром и Майорианом являлось их происхождение. Эгидий был родом из Галии, Майориан из Италии, а Рецимир был варваром, который хотел стать равным римлянам. И Рецимир пытался доказать, что он достоин всего того, что и любой римляне. Но за высшую власть боролись не только Рецимир, Майориан и Эгидий. На трон при поддержке своего окружения из варваров зашел новый император, Авид, и трем старым друзьям предстояло теперь присягнуть ему. Власть Авито держалась на поддержке союзников готов, а готский король был одним из самых влиятельных сторонников императора. Авид, окруженный готскими телохранителями, был недоступен. Рецимиру с друзьями оставалось только выполнять волю императора, пока тот, наслаждаясь властью, все более забывал о насущных потребностях империи. Земли в Северной Африке много веков, снабжавшие Рим зерном, были захвачены варварами. Северная Африка была житницей империи, поставляя зерно, которое было основой рациона большинства людей, и оливковое масло, служившее основным источником жиров, а также использовавшееся для многих других целей. Без этих поставок зерна уцелевшим еще территориям Римской империи грозил голод. В Риме бедняки были вынуждены воровать и попрошайничать. Безопасная и комфортная жизнь периода расцвета Рима отошла в прошлое, сменившись отчаянием и безысходностью. Все перевернулось вверх, но никакого порядка. Никто не знал, что принесет ему завтрашний день. Никто ни в чем не был уверен. В императорском дворце тоже назаревали события. Жесткие и нетерпеливые воины Вестгота императора Вита требовали плату за свою службу. Императору было отчего прийти в отчаяние. Римские императоры не могли заплатить варварам деньгами, ведь доходы империи очень сильно сократились. Поэтому им приходилось расплачиваться за военную поддержку тем немногим, что у них еще осталось. Авид приказал снять бронзовые украшения с храмов, чтобы заплатить тем воинам, которые пришли с ним из Галлии, в отской армии и своим телохранителям-варварам. Но пуская на ветер богатство Рима, Авид спасал только себя. Он вверг Италию в нищету. Голодные, потерявшие всякую надежду римляне, бунтуют на улицах, требуя, чтобы Авид изгнал готские войска из Рима. Авито не уважали в народе. Он не был популярен и в итальянской армии. Его не уважал итальянский полководец Рициммер. В этом всплеске общественного возмущения Рициммер и майориан увидели возможность возвыситься самим. Авид был в отчаянном положении. Поэтому, когда военачальник-варвар Рициммер окончательно сбросил императора со счетов, тому не осталось другого выхода, кроме как бежать. Император мог ускользнуть от мятежной толпы, но убежать от энергичного и умного Рициммера было куда сложнее. В пятом веке Рим запланили варвары. Три старых друга, военачальники Рициммер, майориан и Егидий, старались захватить власть над тем, что еще осталось от Западной империи. Но прежде им нужно было подчинить ее слабого императора Авито. Изгнанный из Рима, Авито пересек Альпы, направляясь на запад в свою родную Галлию, где в свое время перед возвращением в Италию он собрал войско из своих союзников Вестготов. Северная Италия, 456 год нашей эры. Надеясь на поддержку готов, Авито рассчитывал легко вернуть себе власть. Но в Италии Рициммер и майориан уже подготовили ему коварную западню. В древности воины сражались лицом к лицу. Каждый скрещивал оружие со своим противником. При этом воины напирали на врага щитами, толкали друг друга, кто-то отступал. Нужно было перешагивать через лежащие трупы, раненные стонами. В этой кровавой бойне войска императора Авито были разгромлены. Но, ко всеобщему удивлению, Рициммер даровал поверженному императору жизнь. Авито сделали епископом в церкви итальянского города, возле которого он потерпел поражение. Зачем Авито свергнутого императора делать епископом? Для того, чтобы он более не имел возможности получить реальную военную и государственную власть. И теперь свергший императора Рициммер мог сказать, я не убил законного римского императора, я позволил ему выбрать служение Господу, чего он и сам давно желал. Но это было сделано лишь для отвода глаз. Рициммер тайно послал убийцу, своего старого друга Майориана, чтобы навеки успокоить Авито. Рициммер считал, что ссылка это лишь полумера, он хотел покончить со своим врагом. Римляне в Италии были готовы сражаться за то, чтобы сохранить привычный им образ жизни. И вот император Авид, выходец из Галии, был свергнут и тайно удушен. К римлянам вновь вернулась надежда на то, что именно из Италии, бывшей когда-то колыбелью империи, вновь начнется возрождение былого величия Рима. Рим, 457-й год нашей эры. Когда Авиду пришел конец, вся Италия приняла это событие с радостью. Но тот, кто стоял за смертью Авито не собирался провозглашать себя его преемником. Рициммер понимал, что став императором он долго не протянет. Джеффри Гретре университет Атам. Военачальник варвар, даже происходящий из королевской семьи, не мог стать императором. Ни один предводитель варваров тогда всерьез не думал о троне империи. Вместо этого Рициммер посадил на трон человека, который, как он думал, был бы верен ему, своего лучшего друга. Майориан, которого Рициммер решил сделать императором, был родом из Италии. Рициммер идет навстречу чаяниям высших слоев римского общества, которые хотели видеть императором уроженца Италии. Рициммер решил, что лучше он будет стоять за спиной императора, а на трон сядет италиец Майориан. Подобно волшебнику изумрудного города, Рициммер собирался нажимать за кулисами тайные пружины власти. Захватив высшую власть, трое старых друзей наконец могли насладиться достигнутым. Рициммер сделали главнокомандующим в Италии, а Игидия назначили наместником в его родную Галлию. Игидий действовал достаточно успешно. Многие источники характеризуют его положительно и как военачальника, и как человека. Он был ярким лидером и отличным полководцем. Игидий Игидий разместил свою армию в Галлии, около города Сосо. Но к северу лежали земли франков, к западу обосновались Вест Готте, а к востоку Бургунды. Игидий расположился как бы на островке среди моря Варвара. Из-за постоянных набегов войскам Игидия то и дело приходилось выступать в поход на защиту римских владений в Галлии. Игидий был римлянином, уроженцем Галлии, опытным военным и дипломатом. И римляне надеялись, что ему удастся предотвратить дальнейшее нападение варваров, особенно готов на Галлию и защитить то немного из гальских земель, что еще оставалось в составе империи. Бесконечные набеги варваров изматывали войска Игидия, их численность неуклонно таяла, но Игидий отказывался признать поражение. В 450 году нашей эры у Игидия, возможно, еще оставалась надежда. Он рассчитывал на восстановление власти Рима в Галлии. Рим 457-й год начало. При помощи Игидия в Галлии Рициммер надеялся захватить всю власть над империей, но у Майориана были иные планы. Рициммер обнаружил, что Майориан хотел стать настоящим императором, а не просто подставной фигурой, как это предполагалось ранее. Майориан старался отодвинуть Рициммера в сторону и лично возглавить крупные военные компании. Майориан был очень деятельным императором и нередко добивался успеха. Он знал, чего не хватает империи и твердо намеревался восполнять пробелы. Майориан разработал план серьезной кампании против короля вандалов Гензериха, отодвинув Рициммера в тень. Рициммер этого так не останет. Союз между Рициммером, Майорианом и Эгидием приносил свои планы. Майориан стал императором, а Эгиди одерживал победы в Гензерихе. Но будущее Рициммера как закулисного правителя оказалось под сомнением, ведь Майориан лично спланировал и начал кампанию против самого заклятого врага Рима — вандалов. Майориан повел войска через Альпы в Галию, а затем на юг, к Испании, чтобы напасть на вандалов Северной Африки с моря. Испания 461-й год наше. Майориан Майориан начал постройку крупного флота, который мог бы поспорить с морским могуществом короля вандалов Гензериха. Майориан собирался выбить вандалов из Северной Африки и вернуть этот источник продовольствия и богатства Римской империи. Разбив лагерь на побережье Средиземного моря, Майориан принимает все меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от неожиданностей. Источники говорят, что Майориан был весьма осторожен. Он посылает разведчиков через Гибралтар, исследует побережье, выбирая, где лучше всего высадить войска. Собственно, боевые действия еще не начались, но римляне были уверены, что судьбоносный день вот-вот наступит. Однажды ночью, несмотря на все усилия, Майориану случилась беда. Корабли Гензериха сожгли недостроенный римский флот. И снова римляне не смогли отбить нападение вандалов. Они не смогли победить вандалов. Римлян ожидал крах, хотя дело толком еще не было начато. Планы Майориана были сорваны, хотя до сих пор удача улыбалась императору. Если бы Майориану удалось завоевать Африку, его авторитет стал бы неоспорим. А так попытка вторжения обернулась катастрофой. Корабли, построенные для перевозки войск через Средиземное море, были сожжены на якорных стоянках. Италия 461 год наше. Майориан вернулся в Италию удрученным. Его великий план по возвращению Северной Африки под власть империи провалился. Это стало унижением для Майориана. Исходя из представлений римлян о власти и чести, этот император последний, кто мог самолично вести воинов в бой, создавая в глазах людей образ мужественного правителя, был унижен. По дороге ведущего Рим скакала группа солдат, чтобы перехватить императора. Это были всадники личной охраны его старого друга, Рециммера. Майориан стал первым за много лет военачальником императором. Но после провала, похода против вандалов, Рециммер решил от него избавиться. Рециммер не мог ждать. Майориан мог взвалить вину за поражение на своего старого друга. Или же Рециммер мог сам обвинить в провале Майориана. Летописец пятого века Иоанн из Антюрки. Люди Рециммера схватили императора, сдернули пурпурный плащ и императорский венок и обезглавили его. Так закончилась жизнь Майориана. Посланник, несущий известие об убийстве Майориана, медленно ехал к римскому лагерю около города Суасон в Галлице, где стояла Гидия. Для командующего это была очень плохая новость. Конечно же, Гидий не забывал того, что они с Майорианом и Рециммером были друзьями. Они вместе служили прежнему императору. И что же? В Галлию Эгидия послал Майориан, которого теперь опозорили и убили. И будущее самого Эгидия было теперь весьма туманным. После смерти Майориана Эгидий больше не видел смысла в союзе с Рециммером. Теперь наместник Галлии был сам по себе. Он отказался признать Рециммера и его сторонников и правил своей частью Галлии как независимым королевством. Эгидий в спешке готовил войска. Про возглашение независимости от Рециммера было сродни объявлению войны. Не признавая власть Рециммера в Италии, Эгидий считал свое королевство Суассон последним оплотом Римской империи. У нас нет свидетельств тому, что они подчинялись приказам Рециммера или кого-то еще. Они были сами по себе, полностью независимы. Таким образом, империя разбилась на части. В Риме Рециммер также готовится к войне. Но сначала ему нужно найти нового императора, который будет выполнять его указания. На этот раз он выбрал человека, который, без сомнения, был не более чем марионеткой. Либия Севера. Никто не хотел быть императором. Это положение более никого не прельчало. Единственный человек, которому был нужен император, главнокомандующий. Поэтому Рециммер делает преемником Майориана Либия Севера. Посадив на трон нового императора Севера, Рециммер мог делать все, что угодно. И в первую очередь, раз и навсегда избавиться от Эгидии. В пятом веке император Майориан и два его старых друга Рециммер и Эгидий поделили власть в Риме. Но когда Рециммер жестоко убил Майориана и посадил на трон нового императора Марионетку, Эгидию ничего не оставалось, кроме как остаться в родной Галлии и готовиться к войне. После такого предательства Эгидий со своими солдатами был готов сражаться с Рециммером. Союз трех друзей рухнул, и Эгидий остался один. Возможно, он считал себя столь же важной фигурой, равной Рециммеру. Но теперь Эгидий осознал, что с ним не собирались считаться. С ним не советовались, а третий член их Триумвирата был убит. Оставалось подумать только о себе. Рим 463 год нашей эры. Рециммер уже принимал меры, чтобы отразить неминуемые нападения Эгидии. Через императора Севера Рециммер договорился с бывшими врагами Рима, Готами. Возможное вторжение Эгидия в Италию Рециммер видел серьезную угрозу. Поэтому он пошел на хитрость. Он договаривается с Готами, которые находились в тылу у Эгидии. Здесь Готы, потом Эгидии и Италии. Рециммер знал, если Готы ударят Эгидию в спину, он не сможет явиться в Италию. Так и вышло. Как обычно, Рециммер поручил всю грязную работу кому-то другому. Император Север, его послушная марионетка охотно разрешил начать войну против Эгидии. После того, как Эгидий вывел войска из королевства Суасон в Галлии, на него около города Орлеан, напала армия готов, нанятых Рециммером. Битвы Битвы начинались с того, что воины с обеих сторон сначала кричали во всю глотку. Над полем повисал оглушительный гул. Войны кричали, что есть мочи, стучали мечами по щитам и доспехам. Потом в подшли копья и стрелы. Эгидию было нелегко выстоять в сражении против многочисленных и воинственных варваров Готов. Варвары умели на бегу метать в противника массивные острые топоры. Они вонзались в щиты противника или, если везло, попадали во врагу. воинов Но готы были наемниками. А для Эгидии ставкой в этой игре было спасение империи. В итоге он одержал победу, но очень дорогой ценой. По всей Галлии в полевых госпиталях Эгидия размещал своих раненых солдат. Но он знал, что главные битвы еще впереди. Теперь у Эгидия были связаны руки. Рициммер заключил сделку с соседними Суассону королевствами варваров, так что Эгидию придется и дальше отражать их нападение. Это станет его главной задачей. Он будет занят в Галлии и не сможет отправить войска в Италию. У него просто не хватит на это сил. все еще надеясь переиграть засевшего в Риме Рициммера, он обращается за помощью к неожиданному союзнику. Галлия 464 год нашей эгидия отправил посланника на юг к самому грозному врагу Рима королю вандалов Гензериху, который 20 лет назад захватил Северную Африку, житницу империи. Он отправил посланца, чтобы попытаться заключить сделку. Эгидий понимал, что известие о таком союзе может быть воспринято в народе неоднозначно. Люди могли сказать, с одной стороны, если удастся заключить сделку с вандалами, может быть удастся возродить былое благополучие. С другой стороны, чего нам будет стоить сделка с варварами, которые и так отторгли самую богатую провинцию нашей империи. Проехав всю Галлию и Испанию, посланец эгидия достиг Северной Африки. В лагере вандалов он передал предложение Эгидии. Эгидий пытался наладить отношения с Гензерихом в Северной Африке, ведь у них был общий враг Рициммер в Италии. Таким образом, если бы Рициммер оказался зажат между Галлией и Северной Африкой, ему бы не поздоровилось. Король варваров Гензерих стал единственной надеждой на спасение империи. Окруженный варварами в Галлии Эгидии не мог двинуться на Рициммер и его марионетку императора Северна. Не имея иного выхода, Эгидий обращается с просьбой о помощи королю вандалов Гензериху. Галлия 464 год нашей в Суассоне за многие километры от королевства вандалов Северной Африки. Эгидий ждал ответа. Мы не знаем этого наверняка. Возможно, посланник Эгидия добрался до вандалов и, может быть, сделку и обсуждали. Мы не знаем. Но у Эгидия не оставалось времени. Убийцы, посланные Рициммером, поставили крест на мечтах Эгидия о восстановлении императора. План был весьма серьезным и, похоже, мог сработать. И враги Эгидия решили расправиться с ним с помощью предательства. раз уж не удалось победить его в открытом бою. Рим 465 год нашей эры. После устранения Эгидия жажда власти Эрециммера только возрастает и он убирает и послушного ему императора Севера. Эрециммер возводил и убирал императоров, пытаясь найти того, кто позволил бы ему сохранить власть. Кого-то, кто не пытался бы проводить самостоятельную политику. Но стоило Эрециммеру посадить на трон очередного императора, тот рано или поздно восставал против своей роли марионетки. Но теперь он получил абсолютную власть, и Эрециммер не мог насытиться ни властью, ни кровью. Два года Эрециммер правил Римом, не назначая нового императора. Варвары тем временем продолжали набеги на Италию. Союз, который они возможно и заключили с Эгидием, с его смертью перестал действовать. И пока Эрециммер сидел на троне в Риме, они мало по малу отрывали от империи кусок за куском. Процесс развала Западной империи набирал обороты. Римская империя, как таковая, не рухнула. От нее откалывались земли до тех пор, пока титул императора не потерял всякий смысл. Неспособность Эрециммера противостоять вандалам еще больше осложнила ситуацию. Вандалы подходили уже к границе Восточной империи. И в Константинополе были вынуждены выступить против Эрециммера, пока не стало слишком поздно. Император Восточной империи Лев Первый разработал план спасения в Западной империи от Эрециммера и вандалов. Император Лев понял, что он должен был остановить вандалов. Он послал Антемия, который был зятем предыдущего Восточного императора. У него было больше прав на трон, чем у Лева. Поэтому Лев сразу достигал двух целей. Он избавляется от возможного претендента на трон, а западные земли получат сильного императора. У Лева были определенные планы и на семью Антемия. Он выслал их из Константинополя на запад, в Рим. Рим 467 год нашей эры. Младшую дочь Антемии Алипию предложили Рециммеру в жены, чтобы сдерживать амбиции кровожадного военачальника. Антемия же должен был сесть на трон в Западной империи. Похоже, на Западе ничего не имели против этого. Рециммер, успешно до того правивший, приветствовал Антемия и женился на его дочери Алипия. Пока все складывалось весьма удачно. Но скоро выяснилось, что Рециммер напрасно рассчитывал на то, что Антемий станет его очередной мариинником. Дело было в том, что Антемия прислали с Востока. Он вел себя как император, а ведь не этого хотел Рециммер. В 468 году нашей эры, когда Антемий правил Западной империей, восточный император Лев выделил средства на военную кампанию против вандалов на Сициде. Восток никогда не помогал Западу в военной сфере, если только не затрагивались интересы обеих сторон. И почти всегда их интересы сводились к борьбе с вандалами, которые претендовали на морское господство. Именно это подтолкнуло в 468 году начать поход, ведь вандалы теперь могли напасть на земли Восточной империи. Но Рециммер не собирался терпеть Антемию, которая, опираясь на поддержку Восточной империи, ослабляла его влияние. К тому моменту на Западе уже все привыкли к тому, что императоры были марионетками. Именно Рециммер принимал решение, сажал и убирал императоров, сам командовал войсками. Но император Антемий не собирался более терпеть этого. Переполненный злостью Рециммер убивает константинопольских военачальников, окончательно подорвав мощь империи. Все тут же развалилось, и флот, возглавляемый зятем Льва, к сожалению, тоже был обезглавлен, а корабли сожжены. Это оказалось катастрофой. После сокрушительного поражения империи на Сицилии, Рециммер месяцами собирал войска в Милане, чтобы начать кампанию против Антемия в Риме. Рециммер привел армию и осадил Рим, где находился Антемий. осада продолжалась девять месяцев, пока город не пал. Во время осады Антемий отправил к Льву посланника сообщением, что все разваливается и грядет гражданская война. Он просил помощи. Но спасти Рим от гнева Рециммера уже было невозможно. И все, что мог сделать Антемий, это бежать. как уже бывало раньше свергнуты Антемии скалы, бежащие в церкви. Осаждающие ворвались в город в начале июля 472 года и жестоко расправились со сторонниками Антемия. Сам Антемий переоделся нищим, и его поймали у святыни мученика Хрисогонос. На этот раз Рециммер не послал убийцу, чтобы покончить с императором. На ступени христианского алтаря он сам обогрел руки кровью своей последней жертвы Антемия. Антемия казнили, отрубив голову. Это было в порядке вещей. Затем голову насадили на копье и выставили на показ. Рециммер был верен себе. Снова кровью и мечом он добился власти в Риме, оставляя позади трупы. Тела столь же бездыханные, как и сама империя. И снова лишившись императора, империя погружается в хаос и насилие. Варвары почти не встречают сопротивления, нападая на итальйские города. Они приходили, грабили, нападали на города, а затем уходили, и это продолжалось из года в год. Люди не знали, чего им ожидать. Рим, 472 год нашей эры. Рециммер ничего не делал, позволяя империи разрушаться. Он заботился только о себе, черпая все больше власти и слабости империи. Люди были в замешательстве. Никому уже не был нужен император, и непонятно, зачем теперь нужен и главнокомандующий армией Западной империи. Потеряла смысл и сама имперская государственная машина. Общество было уже совсем не таким, как во времена расцвета Римской империи. Рециммер был человеком, поднявшимся наверх по бесчисленным трупам врагов, как варваров, так и римляне. Теперь он остался один, хозяином империи, но это слово уже потеряло всякий смысл. И даже обстоятельства смерти Рециммера не сохранились в бурях тех смутных времен. Приск, единственный известный нам достоверный источник, свидетельствует, что перед смертью Рециммера рвало кровь. Какая-то болезнь, и мы не знаем, была ли это язва или что-то еще. В источниках об этом ничего нет. после смерти кукловода последовал закат и самой Западной империи. К тому моменту у военачальников варваров, готов или же иных племен уже были деньги и достаточно многочисленные войска, чтобы решить судьбу Римской империи. Именно так и случилось спустя годы после смерти Рециммера. Барбария Циммера за власть привела лишь к краху империи, которую он надеялся управлять. Когда он сошел со сцены, ее будущее стало еще более мрачным. Фильм озвучен по заказу ГТРК Культура.